Есть страна, в которой между любыми двумя городами есть некоторая цена проезда. Может ли так быть, что все эти цены разные, но при этом выполнено такое забавное условие? Какой бы маршрут, который проходит по всем городам по одному разу, начинается и заканчивается в одной и той же точке, мы не взяли, цена проезда по этому маршруту будет одна и та же. Прекрасная страна, которая, я знаю, 100 городов, между любыми двумя городами есть некая цена. Считается, что она по времени не меняется, вот там вот отсюда сюда проехать, не знаю, 10 рублей, оттуда туда миллион рублей, оттуда туда 25 рублей и так далее. При этом цены могут быть любыми, то есть, ну, никак они не... Задача. Может ли так быть, что все цены разные, но при этом, как бы круговой маршрут не составляется, то, что называется гамильтонов цикл, который проходит по всем вершинам по одному разу и заканчивается там, чтобы он начался. Чтобы вот такой маршрут был бы одной и той же цены. Так, теперь условия все поняли? Так, посмотрим один город. Есть остальные города. И посмотрим на дороги, соединяющие его с остальными городами. Теперь забудем пока условия задачи и пусть все, ну, пусть вклад на каждую из путей там единицы. А везде в остальной стране ноль. Хорошо? Да. Так, понятно ли, что любой гамильтонов цикл будет стоить одинаково? Два руля. Да. Потому что надо заехать в этот город и выехать, а все остальное стоит ноль. Вот. Теперь. Берем другой город. Нумеруем города просто числами. Ноль, один, два и так далее. Н. Минус один. Да. И это был город номер ноль. Его стоимость один. То есть два в степени ноль. Не его стоимость, а... Теперь. Есть другой город номер один. Стоимость дороги в него или из него будет два в степени один, то есть два. Ну и, соответственно, там, где было написано один, уже будет написано один плюс два. Да. Потому что нам надо заплатить городу, из которого ты выезжаешь и в который выезжаешь. То есть билет получается из двух сум. Конечно, да. Ну вот. Теперь для каждого катого города напишем число два в степени к на дорогах, которые из него выходят. Ну и прибавим, если там уже были числа. А на всех остальных ничего делать не будем. Тогда дорога между катом и эльтом получит цену какую? Допустим, я попробую 2 в степени к плюс 2 в степени л. Все суммы будут разные. Да, потому что степени двойки обладают этим свойством. Если мы возьмем гамильтонов цикл, то, смотрите, через каждый город должны пройти. Поэтому на самом деле у нас будет 2 умножить на сумму 1 плюс 2 плюс 4 и так далее до самой последней степени двойки. Продолжение следует...